Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо, и сегодня я продолжаю играть во Floating Sandbox, друзья, и сегодня у меня появился пак из более чем 500 кораблей. Давно хотел поиграть в GTA 5, PUBG или другую топ-игру, но не хватает денег? Тогда заходи в группу ВК, VTF Case и забирай эти игры бесплатно. Да, ты не ослышался, просто пишешь боту «дай ключ» и получаешь случайный ключик. И судя по отзывам, там ребята реально забирают кучу крутых игр. Заходи по ссылке в описании и забирай свою пак из более чем 500 кораблей. Спасибо Славику Масту за это, да-да-да. Ребята, это именно он скинул мне этот пак. И идейку я эту хотел записать... Сегодня, короче, я хотел записать идею, где пару, ну, несколько кораблей в одном файле, потом захожу на канал к Славику, а он уже это записал, поэтому, ну вот, в общем, ребята, как бы, вы будете думать, что я взял у него. Но, как бы, есть Славик, у него тоже такое же видео, заходите к нему, смотрите, но смотрите сначала у меня, ставьте лайк. Ребята, давайте посмотрим, как это вообще все будет выглядеть. Смотрите, 4 корабля в одном файле. Мне самое интересное, знаете, что посмотреть? Не сразу их топить, а взять граб, посмотреть, как они будут плыть вместе вчетвером. Один быстрее, другой медленнее, или они вместе одинаково плывут? Я вот, вот это самое интересное. Не, смотрите, первый вроде бы отрывается. Прям такая гонка кораблей у нас. Прям гоночка кораблей. Так, да, первый реально очень далеко уходит. Так, а если мы кое-что, подождите, сделаем. Так, пауза. А если мы сейчас сделаем вот так вот? Вот так вот. И посмотрим, что сейчас будет. Мне кажется, должно быть что-то очень жесткое. Так, тихо, паузу убираем. Делаем вот так вот. Давай, давай, плыви, плыви. Не стой, не стой, братан. Сейчас, по-моему, ребята, будет люто. Хотел сказать люто, но нет, будет люто. Так, минус первый кораблик. Я просто хочу, чтобы второй в него въехал. И вообще, если здесь физика именно врезания кораблей друг в друга. Блин, нет, он прошел сквозь. То есть мы можем сделать вывод, что они, знаете, не на одной плоскости находятся, грубо говоря. А один ближе, другой дальше. Вот это, кстати. Вот это, кстати, не очень круто, блин. Вот это, кстати, не очень круто. Так, а если мы сделаем вот так вот? Они, скорее всего, просто друг сквозь друга пройдут. Да, блин. Вот это, вот это минус. Вот это минус. Было бы, конечно, круто, если бы они друг в друга бы все врезались, ломались. Это было бы круто. Но, к сожалению, как вы видите, как вы видите, они все проходят просто друг сквозь друга. Окей, давайте-ка тогда возьмем, допустим, бензопилу. Возьмем бензопилу. И прорежем им тут небольшие дырочки. Так. Так. Вот так нормально. И посмотрим, кто из них первый потонет. Хотя, в любом случае, так как этот я первый, в принципе, порезал, скорее всего, он первый пойдет. Хотя здесь дырка больше. И у всех разные повреждения. Поэтому здесь вот так вот смотреть, кто первый утонет, кто не первый утонет. Вот это, на самом деле, да, здесь будет неправильно. Можно просто посмотреть, насладиться. Я не знаю, мы с вами, ребят, странные люди. Нам нравится, когда что-то ломается, когда что-то тонет. Ну, это очень странно. Но, ну, хотя почему? Хотя это всегда весело, хотя это всегда интересно. Если это, конечно, происходит не в жизни, а в играх, либо где-то в фильмах, да, в каких-то. Так. Левый корабль, смотрите, уже, уже прям... Кстати, это какие-то корабли, видите, госп... Госпитальные, медицинские, да? Получается, все четыре корабля медицинские. Так, ну, все, левый у нас уже прям носом вниз смотрит. И идет, и идет ко дну. Так. Второй... Ребят, давайте, делайте ставки. Какой второй будет тонуть? Мне кажется, вот этот вот первый, второй... Ой, ну, в смысле, второй. Ну, вы поняли. Короче, вот этот утонет следующим. Почему, смотрите, левый-то все еще держится. Левый все еще держится. Так. Кстати, смотрите, правый, который я самый первый порезал, он дольше всех, по-моему, держится. Ну, все, левый прям уже прям вертикально носом вниз идет. Второй, кстати, ну, вот этот вот тоже повернулся носом вниз, но пока что еще держится. Здесь воздуха еще достаточно, чтобы его удержать. Хотя, на самом деле, мне кажется, что этого бы не хватило, он бы уже начал тонуть. Ну, смотрите, он держится, как будто вот его там приклеили чем-то. Ну, а левый все, левый уже... Левый уже под грустную музыку сейчас встретится с днищем своим носом. Так, а мы не можем отрезать... Жалко, мы не можем отрезать дно. Так, ну все, давайте посмотрим, как он сейчас тут приземлится. На-а-а-а! Красиво! И сейчас он, по идее, вот этим задом, верхним задом... Должен будет долбануться об острый вот этот вот клык, который торчит из дна. Так, а остальные корабли пока что не хотят тонуть. Вот гады! Вот гады! Только один, смотри, только один решил помереть, так сказать, раньше времени, а остальные такие смотрят, такие, да ну нахрен, я туда не хочу, ребят. Ну, хотя, смотрите, они уже сейчас все вертикально вниз будут смотреть. Так, я думаю, кстати, можно поднять дно. А если, кстати, я сейчас реально подниму дно? Вот так вот. Ну все, он у нас... Ой, у нас корабль ушел, короче, просто... Просто в днище, под дно. Его не видно. А, кстати, интересно, его можно тут достать? Походу, я его, да, там рублю. Хотя нам его не видно. Так, ну ладно, ребят, я думаю, что можно не ждать, пока они тут все потонут. Давайте-ка посмотрим. А хотя нет, подождите, давайте-ка эти еще восстановим. Попробуем повзрывать. Так, кстати, вот это бы я немножко тут убрал. Вот это бы я немножко здесь вот так вот убрал. Вот, а я бы взял какие-нибудь бомбы. Какие-нибудь бомбы. RC бомб, например. И примерно в одно бы место им всем поставил. Примерно вот так вот. Так, а если мы нажмем детонейт, они все... Да, вроде все детонируют. Да, одновременно. Вот, кстати, вот сейчас, ребята, можно реально проверить. Потому что я примерно в одно место всем поставил. Хотя вот этому я больше вперед поставил. А остальным, в принципе, всем в одно место поставил бомбу. И она рванула одновременно. Поэтому здесь можно проверить, какой же из них утонет быстрее, какой из них утонет не быстрее, дольше, да. То есть, в принципе, логично. Когда не быстрее, это значит медленнее. Некоторые говорят медленнее. Но мне кажется, что все-таки медленнее правильно. Так, ну пока что мы видим, что вот этот вот корабль быстрее всех как-то накреняется. А вот эти два больших, которые, они держатся реально как-то долго. Хоть у них воды, смотрите, уже здесь много. Но они достаточно долго держатся в горизонтальном положении. Горизонтальном положении. Смотрите, у этого уже все дно в воде. А у всех остальных в заду, в корме, так сказать, воды намного меньше. Ну вот это, блин, прям, прям грустный, грустный. Вот этот вот пацанчик, он все, он уже понимает, что жизнь для него, скорее всего, закончена. И что больше ничего хорошего в ней его не ждет. А остальные корабли пока что еще более-менее держатся. Но вот этот левый тоже уже все, все, левый тоже грустит. Ну реально, большие корабли, большим кораблям большое плавание, как говорится. Ну смотрите, видите, вода набирается именно только вот вниз. То есть то, что находится под вот этой вот палубой, да? Я ведь все правильно говорю? Ну будем считать, что я все говорю правильно. Так, смотрите, трубы, кстати, тоже набирают воду в себя. Так. Смотрим. Левый тоже уже встал вертикально вниз и идет ко дну. Смотрите, вот эти пузырьки все-таки реально без этих пузырьков не было бы так все живо. А когда есть пузырьки, сразу кажется, как будто там реально набирается вода, все дела. То есть вот это они хорошо постарались в этой версии игры. А что в синкинг-симуляторе все как-то скучно, все как-то, блин, немедленно, все как-то, ну, топорно что ли, знаете. Никакой живости нет. А тут прям ты видишь, что набирается вода, что ты тонешь, облачка вон идут, водичка шевелится. Да, она шевелится? Ну да, даже водичка шевелится. Как бы игра, игра просто, игра года 2019-го. Так. Все. Ой, блин, что-то я там сделал. Вот этот корабль у нас уже все, так сказать, приземлился. Приводнился. Приднанился. Я не знаю, как это сказать. Вот остальные корабли еще более-менее живы. Но только левый сейчас еще тоже у нас встретится вот здесь вот с дном. Давайте посмотрим прям, знаете, в супер увеличении, как это все будет выглядеть. Ну, кстати, никак. Грубо говоря, никак. Он остался цел. Ладно, ребят, давайте возьмем другие корабли, потому что есть здесь... Есть, кстати, смотрите, еще вот эти корабли из Первой мировой войны. Но они какие-то... Какие-то странные. Поэтому мы их брать не будем. Есть еще вот так из Второй мировой войны военные корабли. Тут их просто огромное количество. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь штук. Ну, восемь штук, ребят, как вы видите, слишком лагает. Поэтому я думаю, что нужно взять поменьше. Там вроде бы должны быть еще поменьше. Вот, ребят, есть вот такой вот еще конвойчик. Один большой корабль и два маленьких. Ребята, напишите предназначение обоих типов кораблей. То есть вот этот большой и вот эти маленькие. Это выглядит, как, знаете, просто сопровождающие чуваки, которые сопровождают какого-то босса. А это два его маленьких охранника. Ну, ладно, давайте поставим бомбы. Поставим бомбы. Я думаю, что где-то вот здесь вот посерединке каждому кораблику мы поставим бомбу. Блин, что-то на D, кстати, у меня не детонируется. То есть я могу только вот так вот нажимать, тогда будет детонироваться. Ой-ой-ой, это слишком какие-то жесткие бомбы на самом деле. Я не думал, что они настолько жестко взорвутся. Потому что левые маленькие кораблики прям им вообще люто больно. Ну, правому тоже неприятно. Смотрите, ну, где-то четверть корабля у него сожрала, да, грубо говоря, посередине. Это реально достаточно жестко как бы получилось. Ой-ой-ой, он прям, он прям крепенько так долбанулся. Неплохо так саданулся. И... И все. Ну, и тут сейчас будет, кстати, я думаю, что он здесь разломается. Кстати, я опять забыл стресс включить. Я не знаю, почему не сохраняется. Можно ли как-то сделать так, чтобы сохранялись настройки. Потому что каждый раз все это дело поднастраивать под себя как-то задалбывает немножко, понимаете, да? Так, здесь сейчас, по идее... Да, вот это, кстати, реально хорошо. И здесь разлом будет? Не будет разлома, смотрите, повезло. О, окей. Давайте, знаете, что самое-то интересное проверить. Ну, одно из самых интересных. Взять антиматерию. Причем одну, наверное, вот как-то вот так вот посередине, грубо говоря, поставим. Нажимаем взорвать. И сейчас посмотрим, как все эти три корабля... ...расфигачатся в хламину. Хламиночку про... Куда он полетел? Куда? Ё-моё. Ё-моё. Ребята, вы представляете, что было бы, если такое случилось в реальности, в жизни? У нас осталось только вот такой вот кусочек, маленький кусочек. Остальные корабли, вы видели, они просто всмялись в ничто, в пыль. Вот об это вот дно. Это реально было очень жестко. Ладно, ребят, на этом я думаю, что можно данную серию заканчивать. Обязательно пишите в комментариях ваши идеи касательно этой игры. Что можно еще здесь сделать? Я прислушиваюсь к вашим идеям. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх. И тогда новая серия по флотинг, сэндбокс, не заставит себя долго ждать. И тут вот такая вот хреновенькая маленькая идет ко дну. Еле-еле. Продолжение следует...